Это онлайн-версия тренинга, которая является частью пакета методических материалов под названием «Сделано медиабокс». Это 33 тренинга, которые разработаны под ключ. То есть те люди, кто у нас прошел обучение и получил этот пакет материалов, они просто открывают папочку, достают материалы и проводят тренинг по одной из 33 тем. Они связаны с медиаграмотностью, с развитием soft skills, абсолютно для разновозрастной аудитории. Могут и подростки по этой программе заниматься, и пенсионеры в библиотеке, тоже опыт у нас такой есть. И смешанные команды. То есть это такой достаточно универсальный для дополнительного образования, для классных часов, кружков, клубов, медиасмен, медиафорумов. Очень такой интересный инструмент. И вот, собственно, Анастасия, которая является основным разработчиком этой методики и этих материалов, она сегодня и проведет онлайн-тренинг на основе этих материалов. Я перехожу в режим «Заткнулась», буду следить за чатом, буду вам помогать с какими-то сложностями и реагировать на ваши вопросы. И, Настя, передаю тебе слово. Доброе утро, коллеги. Оксана, включи нам, пожалуйста, доску Миро, сразу, чтобы мы знали, над чем нам предстоит работать. Сегодня я проведу для вас онлайн-версию среди наших электронных материалов. И прямо не отходя от текста, рассказывая так, как именно оно должно быть, я покажу, из чего состоит тренинг, как научиться самому и как научить других создавать материалы в жанре репортажа. Мы работать будем вместе с вами на доске Миро, она перед вами на экране появилась. Я думаю, некоторые из вас уже знают, как с ней справляться, кто еще не пробовал, я буду подсказывать по ходу дела. И первое, что мы сделаем, давайте мы представимся друг другу. Здесь на доске Миро вы видите перед собой несколько оранжевых стикеров. Выберите, пожалуйста, любой, переключите слева значок стрелочки, он находится в лево вертикальной панели, самый верхний, щелкните на него, чтобы стрелочка стала синей, два раза по любому стикеру и напишите свое имя. Вот так это будет выглядеть. Так, если вы заблудились и не понимаете, где мы находимся и где мы сейчас работаем, то вы можете щелкнуть на мою аватарку наверху и сразу видеть, где я нахожусь, понимать, в каком пространстве мы с вами работаем. Так, вот я вижу, что вы появились. На оранжевый стикер два раза и написать свое имя. На левой боковой панели инструмент стрелочка, если на него щелкнуть, у вас будет режим редактирования. Если вы не в режиме редактирования, то ваш курсор превращается вот в такую руку и можно двигать пространство интерактивной доски в любую сторону. Если курсор стрелочка, то можно редактировать. Я думаю, что в вашем городе проходит немало мероприятий, в которых вы участвуете. И когда вы возвращаетесь с них, то с удовольствием рассказывайте о том, что происходило своим друзьям и знакомым. Точно так же и ваши друзья и знакомые периодически бывают на каких-то мероприятиях, где не было вас, и уже рассказывают вам о чем-то интересном. Так, у нас две Юли. Хорошо, так будет лучше, так будет понятнее, где какая Юлия. Я сразу перекрашиваю ваши стикеры в определенный цвет. Это чтобы вы знали, с кем вы будете в одной команде. Так, все справляются с доской Миро. Всем понятно, как с ней взаимодействовать? Если нет, пожалуйста, напишите в чате. Мы поможем и подскажем, если что-то не получается. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Еще два человека должно быть. Не теряйтесь, пожалуйста. Напишите свое имя на оранжевом стикере. Если не знаете, где вы находитесь, то можно кликнуть на мою аватарку и оказаться в том пространстве доски, где сейчас находятся все ваши коллеги и участники. Так, кто-то наводит в порядок. Сразу видим навык упорядочивания информации, да? Даже в таких мелочах он всегда заметен. Окей, пока мы ищем еще двух участников. Я сейчас покажу, чем мы с вами будем заниматься. Сейчас, когда мы разбились на команду, у нас есть желтое, красное, синее. Я жду участников, которые будут представлять с собой зеленую команду. Для вас я открываю пространство командной работы. Вы выбираете то поле, к которому цвету относится ваша команда. То есть Марина и Юля идут на красное поле, Анастасия и Юля идут на желтое поле. Чтобы увеличить масштаб, вы можете крутить мышкой или в правом нижнем углу, где написано сейчас цифры, сколько процентов, щелкнуть на них, увеличить на 100% или щелкать на плюсики и минусики до тех пор, пока не будет удобный, комфортный вам масштаб. Я сейчас приближу, и вы сможете посмотреть моими глазами, какое мероприятие я предлагаю для работы. Первое мероприятие – это «Ночь музея-2019», которая проходила в Екатеринбурге. Справа на листе А4 расписание, какие мероприятия, в каких музеях, какие экскурсии предлагают. Справа листок с картой, где в городе были расположены эти музеи. Можно посмотреть на карту и представить, как бы вы в роли журналиста составили маршрут. На красном поле – Комик-кон в Петербурге, на синем поле – Масленица в Ульяновске, на зеленом поле – День защиты детей в Красноярске. Вы переходите на то поле, которое соответствует цвету вашей команды, изучаете материалы и продумываете, как бы вы рассказали о происходящем. Снизу есть стикеры, они подписаны в план репортажа, и вы можете записывать свои идеи. Например, я перед надену защиту детей, раз у нас зеленая команда пока не появилась. Я читаю материал, смотрю, что бы происходило и начинаю рассказывать. Мы собрались все в парке. Была большая сцена, где были интересные выступления. Рядом со сценой проходили мастер-классы. Праздник длился 6 часов. В конце этого мероприятия разыгрывали подарки и дарили памятные призы. И вот такой вот простой план я записываю на стикерах. Напоминаю, два раза кликнуть на стикер можно вписать свой текст. Так, если что-то непонятно, вы пишите в чат, или мы можем вывести вас в эфир, чтобы вы задали ваши вопросы голосом. Так, у нас появился Андрей. Андрей, вы будете в зеленой команде. У вас день защиты детей в Красноярске. На любой из квадратов цветных можно кликнуть два раза, и он сразу увеличится. Вы окажетесь в том масштабе, в котором удобно обозревать материалы. То есть два раза кликнув по любому квадрату, вы к нему приближаетесь. Если крутить колесико мышки неудобно, то в правом нижнем углу написаны проценты. На доске МИРО написаны проценты. Это вот у меня, например, стоит сейчас масштаб 71%. Если я кликну на эти цифры, масштаб будет 100%. На доске МИРО тем удобно, что она, во-первых, бесконечна, а во-вторых, у нее большой диапазон масштаба. От 1% до 400%. Например, все тексты на листочках А4 сейчас спокойно могут читаться на крупности 400%. Если какая-то картинка размытая, если неплохо видно текст, нужно максимально увеличить масштаб и подождать, пока она загрузится. У каждого из четырех представленных мероприятий есть свои особенности. Когда вы читаете вот эти вот пресс-релизы, можно легко заметить, что они все составлены по-разному. Каждое мероприятие описано с разной точки зрения. Так, на зеленом поле, День защиты детей, это прямо вот такое коммерческое мероприятие. Здесь очень много информации о спонсорах, о призах. И вспомогательная информация – это карта. Можно посмотреть, как выглядит парк и представить, как будто вы оказались на этом самом месте, как будто вы сами стали участником мероприятия. Но сам пресс-релиз, он довольно сухой. Здесь информация, которая совершенно не передает атмосферу детского праздника. Масленица, которая находится на синем поле, представлена в виде списка нововведений. То есть понятно, что это традиционная масленица, которая каждый день проходит в традиционном российском городе, которая традиционно содержит в себе блины и сжигание чучела масленицы. Но некоторые вещи в Ульяновске в этом году будут проходить впервые. И вот какие именно впервые будут происходить события – в пресс-релизе и предоставлено. На красном поле находится мероприятие Comic-Con. Это крупное событие. И для такого крупного мероприятия информация представлена очень скудно. Можно легко представить себе вот эту атмосферу, большое число людей в костюмах, постоянный автограф сессии, появление знаменитостей из каких-либо кинофраншиз. Но само расписание довольно скудно. Только такая общая информация. Но тем не менее даже по такому списку можно представить, что происходило и чему вы могли бы стать участниками. И на желтом поле мероприятия «Ночь музеев-2019» здесь нет плана, в каком порядке происходили события. Вы смотрите на карту, вы смотрите на график проведения выставок и думаете, в каком порядке вы бы эти экскурсии, эти экспозиции могли бы посетить. Напоминаю, после того, как вы посмотрели материалы, пресс-релизы, карты, афиши, схемы залов и экскурсий, после этого вам на стикерах, которые расположены ниже, нужно написать план мероприятия, план репортажа, план того, как бы вы рассказали о происходящем. Если вам не хватает стикеров, вы можете добавить новые. Можете писать не в стикерах, а в любом свободном месте. Чтобы написать на стикере, нужно кликнуть на него два раза. Чтобы добавить новый стикер, на левой вертикальной панели нужно выбрать инструмент «Стики нот» как раз в виде стикера. Чтобы написать текст в произвольном месте, нужно выбрать инструмент «Текст» в виде буквы «Т». Я смотрю, что начинают появляться первые тексты. Чтобы успеть посмотреть все, нужно разжиться маховиком времени Герман и Грэнджер. Это про Камик-Кон. Конечно, на Камик-Коне, наверное, никто не успевает посмотреть все. Вечером Камик-Кон перешел в формат кинотеатра. Масленица. Перекличка двух корреспондентов. Один идет по традиционному пути, а второй по нововведениям. Пошли. Так. Для вот этого тренинга мы выбирали задания, мероприятия такие, которые яркие, с которых может получиться хороший именно визуальный материал. Понятно, что вы можете опираться на текст и описывать события с использованием эпитетов, глаголов, опираться именно на текстовое описание. Но какие-то мероприятия лучше всего будет показать визуально. Ведь говорят, лучше один раз увидеть, чем семь раз услышать. И мы подбирали как раз те мероприятия, с которых получатся хорошие, красивые, яркие фотографии. Так. Я пока читаю то, что вы пишете, какие вы идеи для своего будущего репортажа придумываете. Как Оксана уже говорила в начале нашего вебинара, вот эти материалы, то, что вы видите перед собой, это части методической коробки, сделана медиабокс. Все раздаточные материалы, то, что на офлайновом тренинге получают участники, мы сегодня загрузили на доску Миро, плюс вот у меня есть печатные материалы, сценарии и рабочие тетради, которые получают участники во время выполнения заданий. Такие тренинги рассчитаны до 20 человек, то есть максимум может быть 4 команды, по 5 человек в каждой. Оптимально, конечно, проводить на немного меньшее количество участников, от 10 до 15. Вот, и если некоторые из присутствующих здесь уже являются счастливыми обладателями нашей коробки, то вы можете увидеть, как сейчас в условиях тотального онлайна вы можете наши офлайновые тренинги перевести и в интернет, и провести их с помощью вот этой вот замечательной доски Миро. Так, дефиле и фоторепортаж. Кто ждет нас на аллее авторов, организаторы Тэнс, но умалчивают. И это все про Комик.Кон. Я вижу, что какие-то мероприятия оказались более сложными, да? Что делать, если не согласен со своим партнером? Напишите свое мнение на другом стикере. Мы дадим возможность высказаться всем. Просто сейчас на другом стикере напишите свою мысль. Можете другого цвета стикер, можете расположить его в другом месте. Например, вот так. Так. Дом болельщика. Сюда идут те, кто дружит со спортом, как зритель и как участник. Это про масленицу. Если вы пришли с детьми, то приглашаем вас на масленичный карнавал. Так. Вот как раз о том, что делать, если не согласен со своим партнером. Когда идет такой вот тренинг в оффлайне, вы работаете в команде. И если вы до этого не работали, не пересекались вместе, если до этого вы не делали какие-то проекты в команде, какое-то время, конечно, тратится именно на то, чтобы наладить взаимодействие, то, чтобы найти общий язык, выбрать лидеров, понять, как лучше организовать свою работу. И вот как раз во время таких тренингов навыки командной работы вырабатываются бережно и постепенно. То есть сначала мы делим на команды и предлагаем поработать над планом конкретного мероприятия. Вы начинаете обсуждать, кто-то соглашается друг с другом, находит общий язык, кто-то не соглашается. И если вот оставить именно на этом этапе остановиться и не дать возможность высказаться каждому, то в команде будут конфликты, и кто-то один перетянет, скорее всего, одеяло на себя. Поэтому на следующем этапе нашей работы мы даем возможность высказаться каждому. Начинаем с того, кто составлял план репортажа, а затем продолжаем передавать слово уже остальным участникам команды. Так. И вот сейчас как раз для вас сначала красная команда на Комик-кон. Я переношу 7 фотографий, которые были сделаны во время мероприятия. Предлагаю выстроить их в том порядке, в котором вы рассказывали о происходящем. Пусть сначала это сделает Юля и напишет в чат или выйдет в эфир и скажет нам голосом, как бы она рассказала о происходящем мероприятии, в каком порядке бы она выставила фотографии и почему. Так. Светлана и Ирина, которые рассказывают про Масленицу. Для вас тоже фотографии. Семь фотографий, снятых во время Масленицы. Посмотрите и решите, в каком порядке их можно выстроить, чтобы рассказать о мероприятии. Так. К сожалению, я не знаю, кто и кому из вас предложить начать первым, не видно имена на доске Миро. Вы все подписаны, как наши сегодняшние гости. Так. Точно так же переношу фотографии на желтую доску и на зеленую доску. Вы можете составить, переставить их в том порядке, в котором стали бы рассказывать о мероприятии. Так. Спасибо. Так, Оксана, Юля готова рассказать голосом. Пожалуйста, можешь вывести ее в эфир? Всем привет еще раз. Я только голосом, чтобы он не взлетел совсем. Я, наверное, сначала определ... Ну, для меня было важно сначала определиться, где я об этом рассказываю, кому я об этом рассказываю. Поэтому я для себя написала напоминание, что если бы я об этом рассказывала, то это был бы Инстаграм, и моя целевая аудитория была бы условно молодые люди, тинейджеры и так далее. Я бы шла по принципу от общего к частностям. То есть я бы рассказывала это в формате серии Stories. Сначала показала бы Stories со сцены, это последняя, седьмая фотография. Потом я бы показала Stories из зала, то есть зрителей и тех гостей, которые пришли. И после этого я бы сказала про какие-то общие активности, которые можно здесь, так сказать, посетить. То есть вот я сфоткалась с косплеером, ну, понятно, не я, а кто-то сфоткался с косплеером. Вот можно посражаться на мячах, а если не хочется ничего, то можно просто поиграть в... А, нет, можно купить что-то у авторов, это вот фотография, где девушки продают что-то, а можно просто поиграть в настольные игры. И, честно говоря, я не смогла определить, что там на фотографии, где вот сцена, поэтому я ее вообще исключила из своего репортажа, в принципе. То есть как-то вот так получился у вас репортаж. Итак, мероприятие, которое приходит на сцене, как реагирует аудитория, чем можно заняться в зале, в какие настольные игры можно поиграть. Замечательно. Вот такой вот порядок фотографий, вот такой рассказ. Теперь я предлагаю уже Марине переставить карточки в том, в котором она бы рассказывала про вот это мероприятие, про то, что происходило на Комик-коне. Так, кто еще готов составить репортаж из фотографий и рассказать о том, что происходило на одном из мероприятий? Вы можете героя для своего репортажа придумать. Почему бы и нет? Все-таки у нас учебно-игровая ситуация. Почему-то все ползет и не видно фотографий. Так, на фотографиях в Однопорная башня в Петербурге, в Екатеринбурге, Ельцин-центр, несколько фотографий. Юлия, еще помимо, ну как бы, может быть, да, может быть, вопрос не в сильно компьютере. Может быть, еще из-за того, что вы прикреплены, кликнули на аватарку Насти, и поэтому следите за Настином. Если вы два раза кликните на аватарку Насти, вы открепитесь от ее вида и сможете сами управлять и масштабом, и передвижением по доске. Так, у Светланы партнер потерялся, а-та-та. Безобразие. Но пока вы его ищете, то вы можете самостоятельно составить репортаж, можете выйти и голос вам также рассказать. Я переставлю фотографии в том порядке, в котором вы считаете нужным. Во время живого оффлайнового тренинга все это взаимодействие происходит в реале. Предположим, работают участники тренинга на столах. И после того, как изучили, предсторонялись в мероприятии, после того, как продумали структуру репортажа, мы предлагаем, во-первых, одному человеку из команды рассказать о том, что происходит. Затем предлагаем другому человеку из той же команды переложить фотографии и составить свой рассказ. И, наконец, мы предлагаем участникам команды поменяться материалами и составить еще одну новую версию. Таким образом, мы показываем, что с одними и теми же фотографиями, переставленными по-разному, у вас будет получаться совершенно разный рассказ. Но сегодня мы командами меняться не будем, чтобы не затягивать проведение тренинга. Все-таки с новым инструментом, с доской мировой, если вы раньше не работали, немножко сложно и дольше справляться. Итак, кто еще хочет попробовать составить свой рассказ голосом или написать текстом в чате? Так. Ну же, смелее, давайте выходите в эфир. Рассказывайте, я переставлю фотографии так, как вы считаете нужным, согласно вашему рассказу, если вам неудобно справляться с доской мировой. А выйти и рассказать голосом займет буквально минуту-две. Итак, спасибо, го meglio. Спасибо. Если какие-то фотографии, я смотрю на зеленой доске, которые кажутся мелкими, не видно изображения, я могу их помочь увеличить. Уважаемые друзья, кто сейчас, я вас вижу в списке, что вы к нам присоединились, но кого нет на рабочем пространстве, кто не написал свои стикеры, напишите, пожалуйста, в чат, в чем сложности, либо вы пишите, я чисто зашел посмотреть в уголке посидеть. Определите, пожалуйста, свою позицию, то ли у вас сложности технические, мы сможем с этим помочь, либо вы посидите в уголке, окей, мы в оффлайне обычно не разрешаем так делать, надо всем участвовать, но вот в онлайн-формате, либо вы присоединились позже и не очень понимаете, что происходит, тоже маякните, все объясним и включим вас в процесс никаких проблем с этим, с этим нет. Спасибо. 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 А сейчас, Оксана, по этому, как это называется, по классному журналу начнет вызывать. Татьяну, Кирилла. Так, Масленица. Первая информация, первая фотография общая информация о празднике, где, когда и что происходит. Дальше мы показываем Масленичный карнавал, рассказываем о ярких моментах праздника, то есть вот спортивные соревнования. Сам карнавал, яркие моменты праздника, спортивные соревнования. Возвращаемся обратно, видимо, на общую сцену и говорим о концертной, о развлекательной программе. То есть, если я правильно поняла, вот в том порядке, в котором сейчас выстроены фотографии, три верхних и четыре нижних. Замечательно. Но эту же самую историю можно рассказать и по-другому. Если мы переставим снимки, у нас получится немного другой рассказ. То есть, то, что мы, например, видели на красном поле про комик-кон, та же самая структура, мы показываем, что идет на сцене, как реагируют люди, какие активности предлагаются, кто чем может заниматься. Затем вместе с праздничным карнавалом, с масленичным карнавалом, мы идем сжигать чучело масленицы. Татьяна пропустила первый шаг и не поймет, куда и как идти. Нужно написать себе на стикере. Давайте я впишу ваше имя. Вы будете в зеленой команде. Вот там, где сейчас День защиты детей. Это зеленый квадратик. Можно на него кликнуть два раза и вы увеличитесь. И мы пробуем выстроить рассказ о происходящем мероприятии, опираясь в первую очередь на пресс-релизы и карты, во вторую очередь на фотографии, сделанные во время вот этого события. И все. Так. Если кто-то хочет еще попробовать себя с масленицей, можно переставить сейчас фотографии, которые находятся на синем поле, и попробовать составить свой рассказ либо текстом, либо голосом рассказать о том, что происходило на этом мероприятии, на этом событии. Все то, что находится у вас на доске, вы можете смело передвигать, удалять, если оно мешает, увеличивать, уменьшать. Пожалуйста, не стесняйтесь. Это рабочее пространство именно для вас, для того, чтобы вы попробовали, поэкспериментировали и начали чувствовать себя уверенно. Угу. Так. На желтом поле можете посмотреть, как создается очередной репортаж, прямо на ваших глазах появляется текст. Встречаемся в музее и делаем фото. Записываем реплики людей, что удивило и почему. Выставляем в Инстаграме, на страничке музея, в Фейсбуке. Отлично. Так, еще кто готов рассказать? Я вижу, что на красном бою меняются фотографии местами, тоже составляется какой-то рассказ. Спасибо. 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 . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. 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 . Спасибо. Спасибо. . На желтом поле у нас уже практически сложился репортаж. Встречаемся в музее, разговариваем с людьми, идем на новую локацию, делаем несколько фотографий по пути, чтобы показать ощущение города, как вот именно горожане ведут себя, чувствуют во время ночи в музее. Спасибо. Можно заметить людей, которые перемещаются от одного музея к другому, от одной выставки к другому. Это очень хорошая мысль. Можно поставить рисунок маршрута вместо текста. Снимаем интересные детали экспозиции, добавляем неожиданные факты и даем реплики экскурсовода, который что-то рассказывает о вот тех выставках, о тех экспозициях, которые были созданы специально для вот этого вот мероприятия. Так, по-моему, отлично. Давайте так, еще две минуты для тех, кто хочет высказаться, написать что-то. Если готов рассказ, маятните в чат или выходите к нам в эфир и рассказывайте, и мы будем двигаться дальше. Ну, потому что мы только на третьей странице нашего сценария. Для преподавателя мне чем нравится Мирота? Это тем, что можно откинуть вот всю работу сразу, когда видны курсоры, когда видно, как в реальном времени кто-то набирает текст, кто-то перемещает фотографии, сразу видно, да, как весь класс перед тобой дружно работает. И это замечательное ощущение, действительно видно всех и каждого, понятно, кто чем занимается. Если я не ошибаюсь, на красном поле у нас тоже переставили фотографии мне ставить, здесь получился немножко другой рассказ, да, в отличие от того, о чем говорила нам Юля, в отличие от ее структуры. Сейчас появилась новая версия репортажа, где мероприятия, которые происходят на главной сцене в большом зале, уже отнесены в конец, а репортаж начинается с того, что мы показываем отдельных людей и как они проводят свое время на этом мероприятии. Так, уважаемые коллеги, ага, вот Марина пишет, как раз я зачитаю вслух, для вот этого репортажа с Комик-Кона, который сейчас я показываю, если можете не видно, можете кликнуть на мою аватарку, формат, который Марина выводила для репортажа, классический текст с фото, постаралась расположить фотографии в хронологической, последовательности, много разговоров подслушанных в толпе, комментариев со сцены, мнений участников, акцент идет именно на атмосферу. Так, ну, если говорить о хронологии, то, в принципе, наверное, вот шестая фотография должна была идти вперед, то есть, если не ошибаюсь, все остальные, да, они расположены совершенно правильно по хронологии. Какие-то мероприятия, например, коспо и сессии, они шли во время всего Комик-Кона в течение всех дней проведения. Итак, я предлагаю двигаться дальше. Сейчас под тем пространством, где вы работали, справа снизу, вы видите такую замечательную оранжевую лисичку. Если нажать на стрелочку рядом с ней, вы окажетесь на следующем фрейме или держитесь за мной, нажимаете на мой аватар и полетели вместе. Так, замечательно, волшебный телепорт, да? На этом этапе, когда мы проводим офлальный тренинг, мы предлагаем немного отдохнуть от такой активной работы, посмотреть, послушать. Раздаем нашим командам вот такие вот рабочие тетради, репортаж. Здесь рассказано о структуре репортажа, есть поля для конспектирования, есть какие-то подсказки. В первую очередь, эта тетрадь будет нужна сейчас, когда медиапедагог рассказывает о жанре, для того, чтобы вести конспект. Затем потребуется уже при выполнении домашней работы. Вы можете сейчас в свободной форме что-то попробовать конспектировать. У вас есть желтенькие стикеры в любом количестве. Снизу есть страничка белая, что такое репортаж. На ней интерактивные поля. Можно на них кликнуть несколько раз, там больше двух раз потребуется. И вписать какой-то текст. Если вы хотите скопировать, то правой кнопкой по этой страничке и выбрать в меню копии, пункт или Ctrl-C, Ctrl-V, можете скопировать себе страничку для конспектирования и попробовать записать то, о чем я буду рассказывать. Это, с одной стороны, такая же тренировка на работу с интерактивной доской миров, с другой стороны, это шпаргалки для участников тренинга. Итак, извини, пожалуйста, у нас, мне кажется, присоединилась Анна Корякина. Анна, если есть какие-то вопросы, то вверху вправо есть чат. Пишите, пожалуйста, там, сориентирую, я вам подскажу, потому что мне кажется, что вы чуть опоздали и не сориентируетесь. Если кто-то потерялся и не оказался сейчас вместе со мной на фрейме «История репортажа», тоже майкните или нажмите на мой аватар и окажетесь вместе с нами в рабочем пространстве. Итак, репортаж – это жанр журналистики, который оперативно, с необходимыми подробностями и в яркой такой эффективной форме рассказывает о каком-то событии, о каком-то мероприятии. Журналист был его участником или был его очевидцем. Репортаж дает возможность посмотреть чужими глазами, поэтому как раз так важно делать эффект присутствия, то, чтобы ваши читатели, ваши подписчики как будто вместе с нами побывали на каком-то интересном событии. Вообще, можно назвать репортаж одним из самых таких древних жанров журналистики, потому что он начался еще, наверное, с путевых заметок. Перед вами страничка Афанасия Никитина, то, что в своем путешествии он записывал, вполне можно считать как раз одним из таких первых примеров репортажа. Но газеты, которые появились в Европе в средние века, самые первые газеты, они еще с репортажем не работали. Этот жанр для них не был знаком, не был основным. И только тогда, когда английские репортеры получили доступ в парламент, чтобы участвовать на премиях, обсуждениях, на принятии каких-то законов, только тогда в газетах начали появляться вот такие вот первые репортажные заметки. Сам жанр очень активно начал развиваться во время военных действий. Война в Европе, Первая мировая война, как раз потребовала вот этих вот, во-первых, оперативных рассказов о происходящих, происходящих, во-вторых, мнения очевидцев, передачи как раз атмосферы, эмоций. И с появлением телеграфа, когда обмен информацией стал более быстрым, жанр репортажа стал развиваться еще быстрее. Следующий этап в развитии репортажа как жанра – это появление репортажей расследований. Это конец XIX века, и здесь как раз это действительно просто бум, появляется очень много материалов, которые посвящены где-то махинации во время выборов, где-то рассказу о жизни людей, например, в психиатрических лечебницах. И вот как раз репортажи о расследовании в конце XIX века просто заполонили все газеты. Когда в 50-е годы XX века телевидение пришло в Россию, репортажи телевизионные были очень похожи на радиорепортажи. Примерно на… выглядело как комментирование матча, а сейчас перед вами, значит, выходит команда в красных купальниках. Примерно так же звучали и первые телевизионные репортажи. Но довольно быстро сам жанр развивался, быстро вырабатывались какие-то принципы, какой-то вот особенный именно репортажный подход к событиям. И трансляции, вещательный подход постепенно стал именно тем, чем мы видим репортаж сейчас – эмоциональным, эффектным, как раз таким своеобразным телепортом в то место, где ваши читатели еще никогда не были. И потом в нашу жизнь пришел интернет, у нас появились интернет-СМИ, и репортаж на очередном этапе своего развития снова поменял свой облик, поменял свои правила создания, поменял свой подход. Вот как вы считаете, с появлением интернета что именно изменилось в жанре репортажа как таковой, что именно произошло с ним. Напишите, пожалуйста, в чат, мы это сможем обсудить. Мне немного не хватает вот как раз вебинару того, чтобы видеть, что кто-то пишет в чат. Так, Юлия пишет, что каждый может стать репортером с места события, смартфон и соцсети в помощь. Да, совершенно верно. С одной стороны, стало проще, потому что уже каждый человек на мероприятии, не только репортер со специальным оборудованием, может рассказать о том, что происходило. С другой стороны, когда вот интернет-СМИ только стали появляться, они делали упор на оперативность, на новостной подход. И репортаж как жанр несколько потерялся вот в этой вот массе. Для того, чтобы быть хорошим репортером, для того, чтобы рассказывать о событиях ярко, рассказывать эмоционально, нужно уметь замечать детали. А у журналиста-новостника вот это качество не всегда вырабатывается. И поэтому в первое время в интернет-СМИ репортажей практически не было. Но зато появились блогеры. И вот как раз каждый человек смог рассказывать о том, что он видел. Это был как раз такой рассвет блогеров, рассвет отдельных людей, которые говорили о том, что происходит вокруг них, приглашали других стать участниками, стать очевидцами каких-то событий. Но с блогерами, как вы знаете, тоже есть некоторые проблемы. Блогеры работают сами на себя. У них меньше таких законодательных ограничений, которые обязывают давать правдивую информацию. У них материалы часто выходят довольно субъективными. Где-то даже вот, может быть, напрямую такая вот замаскированная реклама. И поэтому через какое-то время репортаж снова вернулся уже в руки журналиста. И теперь это уже стал не просто текст, не просто фотографии, а стали полноценные мультимедийные репортажи. И в том числе, как правильно пишет Татьяна, вот эти вот прямые эфиры с событий, как раз вот то, что вы можете видеть в качестве примера. И мультимедийный репортаж стал работать не только, как я уже сказала, с текстом и с фотографиями, но стал использовать и другие форматы. Напишите, пожалуйста, в чат, какие мультимедийные форматы можно добавлять в репортаж. То есть вот фото, текст, прямой эфир, еще какие варианты. Так. Где-то была страничка, страничку немножко потеряли, да? Я вернула вам на место страничку для конспектирования. Так. Инфографику можно добавить в репортаж. Окей. У меня в сценарии 10 мультимедийных форматов, которые можно добавить. Так. Карта. То, что люди публикуют в соцсетях, и добавлять этот в репортаж, да. Совершенно верно. Еще. Точно так же, как добавляете видео, точно так же можно добавлять и аудио. Аудио записи, подкасты. Если нет возможности снять видео, например, не очень хорошая камера на телефоне, можно записать фоновый звук и поставить его как раз для передачи атмосферы события. Соцопрос, мини-тест, таймлайн, интерактивные фотографии, подборку ссылок, если это мероприятие связано с какими-то другими, если уже есть какие-то журналистские материалы, на которые можно сослаться вот в вашем текущем репортаже. Так, замечательно. И снова, в правом нижнем углу у вас веселая рыжая лисичка. Если вы нажмете на стрелку рядом с ней, то вы окажетесь в следующем рабочем пространстве или вместе со мной нажав на мою аватарку. И поскольку жанр репортажа как раз очень сильно зависит от корреспондента, от человека, который передает свои эмоции, свои впечатления, для него важно качество репортера, важны определенные черты характера. Я сейчас буду показывать, какие качества репортера мы с Оксаной считаем основополагающими. Вы можете добавлять свои варианты в карту. Как видите, это MindMap. Здесь в GetType SoundSync вы можете два раза щелкнуть и написать свой текст. И таким образом мы составим такую глобальную карту лучших качеств репортера. Итак, перед вами на экране такой киноаватар корреспондента, человек, который постоянно ведет репортажи, постоянно бывает на интересных событиях. Какие же качества ему свойственны? В первую очередь это внимание к деталям и наблюдательность. Вот именно мелкие какие-то подробности делают репортаж живым. Именно они позволяют вызвать у ваших читателей эффект присутствия. Поэтому вот внимание к деталям – это одно из, с моей точки зрения, одно из основополагающих качеств репортера. Пунктуальность. Важно быть вовремя на каком-то определенном событии, не опаздывать. Я видела очень много примеров, когда телекомпания приезжала на мероприятие к открытию, снимала в течение пяти минут и уезжала. И при этом они даже не смотрели на то, какие именно события должны происходить дальше. Они снимали вот, собственно, открытие мероприятия, а затем уже стендапом говорили, а на закрытии было вот это вот то-то. Я считаю, это не совсем правильным подходом. Поэтому нужно корреспонденту понимать, что происходит, в какое время это происходит, и лично присутствовать на этих событиях. Дальше – честность и беспристрастность. Несмотря на то, что мы приносим вот именно свои ощущения, свое субъективное восприятие, все равно события нужно описывать максимально объективно и максимально полно, потому что подорвать доверие читателей – это, наверное, худшее, что может случиться с журналистом. Расширенная зона комфорта. Съемки в нечеловеческих условиях, длительные командировки. Тогда, когда нужно через 15 минут быть на другом конце города и уже вовсю снимать, все вот эти вот ситуации требуют от корреспондента, конечно, расширенной зоны комфорта. Дружелюбие и общительность. Когда вы на каком-то мероприятии не общаетесь с людьми, не узнаете их мнение, не подходите и не интересуетесь уже их впечатлениями, ваш репортаж многое теряет. Поэтому умение расположить к себе людей, умение снимать на видео так, чтобы не отпугивать человека, с которым вы разговариваете, мне кажется, это тоже один из самых важных качеств журналиста. Любопытство. Если вы не будете интересоваться тем, что происходит вокруг, то, наверное, хорошего корреспондента из вас не получится. Все репортажи будут шаблонными, похожими друг на друга. Нужно в каждом событии, даже в том мероприятии, которое идет 15 раз в течение последних трех лет, нужно все равно стараться находить что-то новое. Оперативность. Это то, что сейчас очень ценится в эпоху интернета. Чем быстрее выходит репортаж, тем, кажется, новее информация в нем представлена, тем больше читателей приходит в первый раз посмотреть. Поэтому не только грамотно писать, ярко описывать происходившее перед вашими глазами, но и делать это довольно оперативно. И еще одно такое вот качество, как хорошая память. Да, вы можете делать заметки, да, вы можете снимать, но вот именно впечатление, именно вот эти вот детали, их нужно запоминать для того, чтобы потом рассказать, для того, чтобы превратить их потом в текст, превратить в какой-то рассказ. Поэтому мне кажется, что хорошая память это тоже одно из основных качеств журналиста. Давайте посмотрим то, что вы добавили в нашу карту. Так, шилопопость. Я вижу, что это, наверное, тоже, что и у меня написано «Любопутство», да? Давайте я их поставлю рядышком. Грамотность. Согласно. Смелость. По-моему, отличное качество. Уверенность. Работоспособность. То, что я говорила про зону комфорта, да? Эмпатия. Умение общаться с людьми. Умение углубляться. Это как раз вот внимание, наверное, к деталям и наблюдательность, да? Про то, что я говорила. Так, замечательно. Я рада видеть, что наше с вами мнение во многом совпадает. И теперь предлагаю такой небольшой интерактив на ваши журналистские качества. Я сейчас покажу фотографию. Она будет находиться справа от того поля, где мы сейчас с вами работали. Так, нет, это вам не нужно. Вот эта вот фотография, сейчас ее увеличу. Давайте, пожалуйста, в чат по одному предложению о том, что на этой фотографии сейчас происходит, какие эмоции, какие впечатления испытывают люди, которые видят это все прямо сейчас. От каждого участника нашего вебинара, пожалуйста, по одному предложению в чат, что здесь происходит, о чем это, какие чувства, какие-то эмоции. Пожалуйста, не выделяйте снимок, иначе он стемняется, и остальное становится невидимым. Вот так сделаем. В оффлайн-тренинге мы предлагаем это сделать по принципу игры «Испорченный телефон», когда один человек видит фотографию, затем шепотом пересказывает ее содержание следующему участнику и так далее, и так далее, и так далее. И мы смотрим, что получилось на выходе и сравниваем с оригинальным снимком. В онлайн-формате так сделать тяжело, поэтому я предлагаю просто написать в чат по одному предложению. И так, чтобы было это не толстовское предложение, да, не одно предложение на абзац. Если кому-то неудобно текстом, точно так же мы можем вывести вас в эфир голосом. Не забывайте про это. Так, кому не видно фотографию, кто не понимает, что сейчас происходит? Так, пресса пытается прорваться, чтобы показать правду. Так, давайте я скину это в чат, чтобы вы видели. Марина, нужно сейчас вот ту фотографию, на которую я смотрю, можете кликнуть на мой аватар, ту фотографию, на которую я сейчас смотрю, одним предложением описать, что здесь происходит. Так, приезд то ли знаменитости, то ли преступника, да. Так, еще варианты по одному предложению от каждого участника. Повторяться нельзя. Попробуйте сделать акцент на детали, может быть, на какие-то эмоции. Так, прессу не пускают. Оксана, твоя версия, каким бы ты предложением описала происходящее на фотографии? Желтогалстучная цензура. Нет, оно очень емко, но, знаешь, мне кажется, нужно вот эту желтогалстучную нужно записать в твоей скороговорке. Вы пытаетесь сейчас как бы охватить всю фотографию, да, вот все целиком происходящее, вот именно передать сюжет. Но ведь может быть не только сюжет, могут быть еще и эмоции. Все снимают на камеру, а один человек на телефон. Два человека на телефон. Так, замечательно. Зум в помощь. Да, можно, конечно, это все долго рассматривать и находить какие-то детали. Да, можно найти вот первоисточник снимка и прочитать то, что происходит. Но вот именно свое впечатление, именно эмоции мы пытаемся сейчас передать. Вход на территорию какой-то запретной зоны. А эмоционально, какую эмоцию вы хотели бы передать, если бы добавляли эту фотографию в свой репортаж? Все-таки нам нужен именно эффект присутствия. Вот представьте, что фотограф во время этого снимка, что он может слышать, видеть, чувствовать, да. То есть наверняка здесь щелчки затворов есть. Если большинство делает фотоснимки, то наверняка щелкают затворы и постоянно срабатывают вспышки. Ужасная профессия. Оператор-репортер. Гул голосов, да. Тревога, беспокойство. И вот как раз на эмоции, не только на детали, но еще и на эмоции нужно опираться, когда вы пытаетесь описать вот эту вот фотографию. Азарт. Да, действительно. Знаете, вот не то, что, наверное, азарт, а может быть, слово охота можно было бы использовать в описании этого снимка. Так, напряжение. Человек с желтым галстуком очень напряжен и растерян. Да, отлично. Не только происходящее, но и как раз эмоции, как раз детали для того, чтобы создать вот этот вот эффект присутствия. Как бы ни затоптали. Да. Поймать и зафотографировать. Так, прекрасно. Снова рыжая лисичка и следующее рабочее пространство. Лисичка снизу, да, или можете идти за моей аватаркой. Так, интересно видеть, как ваши курсоры мгновенно исчезают и появляются где-то в другом месте. Так. На следующем этапе нашего тренинга, посвященного репортажу, а мы добрались до пятого из семи этапов, мы снова предлагаем поработать вот в этих драйверх, блокнотах. И на пятом этапе мы рассказываем про структуру репортажа. Здесь можно смотреть также на схему, можно делать конспект, и мы уже сразу предлагаем команде думать над тем репортажем, который они будут выполнять в качестве домашнего задания. То есть, собственно, шестой этап это выполнение домашнего задания, а именно создание репортажа вот в тех же командах, в которых участники работали на тренинге. Я сейчас буду рассказать про структуру репортажа. Вы можете скопировать себе любой стикер, вот их четыре стикера снизу, давайте я добавлю вам еще несколько стикеров, и можете вписать туда идеи репортажа, которые приходят в голову. Я не прошу вас сейчас на самом деле выполнять домашние задания, я просто предлагаю вот послушать, да, и может быть, какие-то идеи придут вам в голову. Так, если картинка расплывается, напоминаю, что нужно немножко увеличить масштаб, после этого она загрузится. Справа вы видите страничку план репортажа, и вы видите как раз страницу для планирования уже своего репортажа в качестве домашнего задания. Еще раз напоминаю, я не предлагаю вам действительно выполнить домашнее задание, просто показываю, как может это выглядеть на реальном тренинге. Да, в Афлане обычно интересно, конечно, работать группой. Мы уже говорили про то, что командную работу тоже нужно настраивать. И вот сначала, когда вы пишете план репортажа, затем, когда вы меняетесь ролями внутри команды, и лидером становится кто-то другой, уже он составляет структуру репортажа так, как сам считает нужным. Затем, когда вы совместно ведете конспект, кто-то один берет ручку и в рабочих тетрадях, а они не для каждого человека, а именно для команды предназначены, кто-то начинает записывать, он конспектирует, он хранитель знаний. И к нему, когда обращаются, чтобы вспомнить какую-то информацию, и по мере того, как все больше и больше число людей в команде получает какую-то свою конкретную роль в совместной деятельности, во время тренинга формируется, собственно, команда. И к тому времени, когда мы доходим до домашнего задания, группа уже, в принципе, готова поработать самостоятельно. А вот рабочая тетрадь как раз им в помощь, потому что она содержит основную информацию. Итак, что мы знаем про структуру репортажа? Во-первых, репортаж – это способ сократить расстояние между читателем и какими-то событиями. Я показываю презентацию, она находится сверху на фрейме, если не видите, можете нажать на мой аватар. Тема репортажа – это как раз расстояние, оно может быть географическим, оно может быть социальным, может быть демографическим, и ракурс, точка зрения журналиста, с которой он подходит. Географическое расстояние – это просто, например, тот же Комик-Кон, который проходил в Питере, его могли не увидеть жители Новосибирска. И репортаж про Комик-Кон он сокращал расстояние географическое. Социальное расстояние – это, например, репортаж из жизни олигархов, как раз расстояние между разными социальными группами. Или наоборот, это может быть какая-то маргинальная часть общества, это может быть закрытая социальная группа, например, секта. И вот как раз это расстояние, которое сокращает репортаж, это расстояние социальное. Сюда можно отнести, например, группу репортажей расследования. Это может быть психологическое расстояние, например, провести один день в жизни человека с каким-то психическим расстройством. Или провести один день вместе с с доуншифтером, который бросил хороший наложенный бизнес и переехал в Таиланд и, значит, сейчас ходит босиком и питается растительной едой. То есть это психологическое состояние почувствовать себя внутри другого человека. Поэтому, когда мы думаем о репортаже, о теме репортажа, мы сразу прикидываем, какое именно расстояние мы собираемся сокращать. географическое, в принципе, кажется, что сократить проще. Достаточно поехать туда, куда не могут поехать ваши читатели. Ракурс – это точка зрения, то, как именно мы подходим к материалу. Мы можем воспринимать одни и те же события в зависимости от своего настроения, позитивно или негативно. В один день нам будет нравиться происходящее, в другой день нам не будет нравиться. И точка зрения журналиста играет очень большую роль. И будет здорово, если читатель не только расстояние не сможет сократить сам, но и увидит ту точку зрения, которая для него нова и непривычна. Например, к событию, которые все обычно воспринимают негативно, подойти к положительной точке зрения. Показать мир не таким, каким мы его обычно видим. Когда мы определились с темой нашего репортажа, мы начинаем собирать материал. Иногда, конечно, бывает наоборот. Сначала есть какой-то материал, потом мы уже с ним работаем. Но в любом случае, даже если материал уже собран, мы смотрим на него и продумываем, с какого ракурса мы можем его подать. Очень сложно себе представить качественный репортаж, когда журналист не был сам на месте события или не разговаривал сам с теми людьми, которых он сделал героями своего материала. То есть мы ждем от корреспондента то, что он будет лично присутствовать. Он становится, так сказать, нашим эмиссаром. Мы хотим видеть информацию о происходящем и желаем видеть истории людей, которые в этом всем замешаны. То есть и факты, и при этом какие-то личные мнения для репортажа нужны обязательно. Факты, то, что можно собрать на самом деле и дистанционно, например, сколько раз проходила ночь в музее Екатеринбурга, какие музеи участвовали. Эту информацию мы можем получить, например, из архивов. Факты о экспозиции, эксклюзивной экспозиции на ночи в музее мы можем получить уже только побывав на конкретном месте происшествия. Считается, что факты должны занимать примерно третий объем репортажа. Опять же, это не аксиома, это субъективное мнение, можно уменьшать, можно увеличивать в зависимости от того, как вы чувствуете, будет правильно. Но к фактам относим данные, предысторию и контекст. Не может какое-то событие существовать в вакууме, оно существует в каком-то контексте, какие-то другие события, происходящие рядом, предыстории людей, которые оказались замешаны в происходящее. Дальше для фактов нужны сцены. Сцены этой ситуации, очевидцем которых вы стали. То есть вот здесь как раз ничто не заменит личный взгляд корреспондента. Он что-то видел, прямо реально на его глазах происходящее, и он про это рассказывает. Сюда как раз относятся истории действующих лиц, которые они рассказали корреспонденту. Сюда относится то, чему вы были очевидцем. И опять же, тоже существует такое мнение, что основной текст репортажа должен начинаться и заканчиваться сценой. Это тоже не аксиома, тоже субъективное мнение, я не всегда с ним согласна, но сцены довольно быстро помогают установить вот эту эмоциональную связь между читателем и героем вашей истории. Когда есть тема, ракурс, когда есть собранный материал, время подумать над структурой публикации и выстроить то, что у вас есть, то, что у вас собрано в определенной последовательности. Эмоциональный крючок это как раз то, что помогает установить связь с читателем. Эмоциональный крючок, чем раньше он будет, тем быстрее вы сможете поймать читателя и погрузить его в свой текст, может быть, в свой видеоролик. Эмоциональным крючком как раз хорошо выступают сцены, почему и считается иногда, что они должны быть первыми в основном текст репортажа. Мы показываем какую-то может быть абсурдную сцену, которая вызывает у читателя недоумение и он пытается узнать, что происходит дальше. Или какую-то сцену, которая вызывает острые чувства сочувствия, жалости, сопереживания. И это тоже помогает поймать вашего читателя на крючок и его как раз в репортаж затянуть. Я перечислила основные виды эмоциональных крючков, которые обычно используются в репортаже. Запутывание, вопрос, противопоставление, человек-загадка и комедия происходящего. Кроме эмоционального крючка нужно обязательно продумать красную противополисование. То есть, как я уже говорила, репортаж сокращает расстояние. И вот это расстояние между читателями и событием его нужно как-то пройти, как-то провести, выстроить вот этот путь, то, что я называю красной нитью повествования. Это может быть один из самых простых вариантов. Это хроника событий. Как раз когда Марина описывала то, что происходило на Комиконе, она красной нитью репортажа сделала хронику в том порядке, в каком все было. Другой вариант это путешествие. Это как раз из путевых заметок, когда мы проходим какой-то путь. и это то, что вы рассказывали про экскурсии, про ночь в музее в Екатеринбурге, когда вы не только провели читателя по разным экспозициям, но и сделали акцент на город во время этого путешествия, во время этого перемещения. для репортажа расследования это развитие доказательств, когда с разных точек зрения мы смотрим на какое-то событие, и здесь у нас как раз расстояние психологическое, мы меняем мнение нашего читателя, мы ведем его от одной мысли до другой мысли, и вот здесь как раз на нить нашего репортажа как раз идет развитие доказательств. Ну и кроме этого есть какие-то вот такие обязательные структурные части, которые в репортаже выделяются. Понятно, что у него должен быть заголовок, должен быть лид, первый абзац, который как раз объясняет читателю зачем ему нужен этот репортаж, и последний абзац, который может, например, закольцевать всю структуру. В каком порядке над ними работать, каждый решает для себя сам. Ну вот моя практика показывает, что почти в 100% случаев заголовок и лид пишутся последними. Сначала все-таки идет основной текст репортажа, и уже потом создается все остальное. Я немного не понимаю людей, которые начинают работу над текстом вот именно как раз с названия, с заголовка, с лида. Когда ты пишешь какой-то материал, когда ты создаешь репортаж, очень часто твое собственное мнение, твой собственный ракурс, взгляд на событие, трансформируется в процессе. И ты никогда не знаешь, если ты сохраняешь структуру, если ты сохраняешь вот это красное повествование, ты никогда не знаешь, с какими эмоциями ты закончишь работу над своим материалом. так. И вот после этого, после того, как мы показали, как создается сама структура репортажа, мы предлагаем участникам придумать тему для своего собственного репортажа, то, что они будут выполнять в качестве домашнего задания. Чтобы сделать заявку, мы проводим на оффлайновых занятиях это в форме питчинга, когда каждая команда по очереди выходит, называет свою тему, рассказывает о расстоянии, которые они собираются сокращать, о ракурсе, о мультимедийных форматах, которые они будут использовать при создании репортажа, и все это фиксируется на флипчарте, на белой доске, и остается до следующего занятия. То есть вот эти вот идеи мы записываем для того, чтобы на следующем занятии уже посмотреть готовые репортажи и сравнить их с задумкой, с идеей, увидеть, насколько ваши мысли, насколько ваши представления о каком-то событии трансформируются во время работы над ним. Такая вот форма обзора, возвращения к старым идеям очень помогает во время тренингов понять самим участникам, как они изменились во время занятий. Пожалуйста, на стикерах кто желает напишите идею для своего репортажа тема плюс ракурс. Точнее, тему расстояния плюс ракурс. Например, репортаж о создании онлайн-курса мы сокращаем расстояние между теми, кто курсом пользуется, тем, кто курсом производит. Это скорее не географическое расстояние, это скорее всего расстояние психологическое ученик и преподаватель и ракурс будет, например, с точки зрения человека, который никогда раньше не пользовался онлайн-курсами, это будет точка зрения абсолютного новичка. Для тех, кто желает, пожалуйста, вы можете написать на стикерах в командах или по отдельности, как желаете можно. рядом с презентацией над стикерами справа есть как раз странички из рабочей тетради. вот эта страница для питчинга, то есть то, что продумывает команды перед тем, как выйти и защищать свою идею для репортажа. И здесь как раз можно набросать не только то, что приходит вам в голову, но и выбрать какие-то мультиметивные форматы для использования, продумать, будет у вас красная нехроника путешествий или доказательства и так далее. Вот такие рабочие странички это большая опора для людей, которые еще не сталкивались с жанром, которым сложно самостоятельно структурировать то, что приходит им в голову, и поэтому для самых сложных и объемных тренингов мы всегда разрабатываем рабочие тетради, которые уже становятся опорой и поддержкой для команд, отправляющихся в самостоятельное плавание. Итак, один день из жизни учительницы начальных классов с точки зрения жителя Москвы. Ага, расстояние мы сокращаем географическое село и столица, да, и ракурс, какой у нас будет ракурс в этом репортаже? например, можно сделать такой ракурс, да, показать, что даже в небольшом поселке, даже обладая ограниченными средствами, можно проводить совершенно прекрасные школьные занятия, да, что креатив, что педагогический подход человека не зависит от того, где он живет и какими средствами он может воспользоваться. кто-то еще желает поделиться темой для репортажа? Юлия, если вам неудобно писать, мы можем снова вас вывести в эфир голосом, нам понравилось. хорошо. Тогда, когда вам введет в голову какая-то идея, вы можете писать, все, что вы запишете, останется на доске, и можно будет какое-то время после окончания вебинара погулять по ней, посмотреть над текстами, оставленными вашими коллегами. А я пока приглашаю на последнее рабочее пространство, снова лисичка, снова стрелочка рядом с ней, или можете нажать на мой аватар. После того, как участники команды получили домашнее задание и выполнили его самостоятельно, на седьмом этапе, то есть на следующем занятии, мы предлагаем показать созданные материалы. Если репортаж в формате видеоролика, то его можно просто включить, если текст и фото можно рассказать голосом, параллельно в презентации показывая фотографиями, то есть в принципе для каждого случая найдется форма того, как презентовать готовый репортаж. И вот для того, чтобы остальные команды были внимательны, для того, чтобы они не просто были слушателями, но и были участниками этого репортажа, мы предлагаем вот такую последнюю страничку. Это репортажная бинго. Пока вы слушаете чужой репортаж, вы можете вычеркнуть те репортажные штампы, вы встретили. В рабочем блокноте таких страничек несколько, чтобы хватило сразу на несколько выступлений. Я думаю, вы легко найдете здесь такие фразы, которые встречаются в каждом третьем репортаже как минимум. После окончания тренинга, то есть после того, как уже все команды выступили, высказали свое мнение, похвалили и покритиковали чужую работу, преподаватель раздает вот такие вот наклейки, умеет делать репортаж с места событий, которые вклеиваются в квестбук. Он оранженький такой слева. И мы предлагаем не только отметить, что какой-то навык вы освоили, но и предлагаем несколько дополнительных занятий, например, сделать фоторепортаж в формате один день. Или, написать репортаж о городском событии с использованием трех разных мультимедийных форматов. Это дополнительные необязательные задания, но они как раз хороши для самостоятельной работы для того, чтобы каждый участник тренингов индивидуально и глубже погрузился в тему и сделал уже какие-то вещи, которые можно добавить в свое портфолио. Мне кажется, особенно это важно для старшеклассников, для студентов, которые только начинают свои первые профессиональные шаги, и они часто говорят, а что я буду добавлять в свое портфолио, мне не дают настоящую работу, что я могу показать своим будущим работодателям. И вот как раз здесь в квестбуке есть идеи, есть темы, над которыми можно поработать и добавить в свое реальное портфолио. Вот, в принципе, таким образом выглядит наш тренинг, осваивая мастерство фото, видео и текстового репортажа, и примерно так он будет происходить в реальности, неважно, в зависимости от того, проводите вы его оффлайн или онлайн. Согласно паспорту тренинга, который на первом странице каждого сценария, он должен занимать 80 минут. Мы с вами уложились практически в это время, учитывая вот 15 минут вступления, в которые мы с вами здоровались и знакомились. Если у вас остались какие-то вопросы, какие-то идеи, что-то непонятное или наоборот хотите что-то предложить, пожалуйста, напишите в чат или расскажите голосом. Я буду на самом деле очень рада услышать ваше мнение. Спасибо. Вам спасибо за то, что были такими активными участниками. Я рада, когда у нас получается такой полноценный интерактивный опыт, когда можно не только поговорить с интересными людьми и обменяться своими мнениями, но и попробовать сделать что-то совместно. Пусть даже не лицом к лицу, а онлайн на доске МИРО, но все ваши идеи, ваши наметки будущих репортажей. Мне кажется, это прекрасно и оно действительно заслуживает сохранения в том или ином виде. Мы с Оксаной обязательно видеозапись того, что сегодня происходило, обязательно сделаем. в том или ином виде, не